Привет, зритель! Ты хотел ёлку? Получи, распишись! Первая покупка в этом году, Итава-Зоня! Та-да! Я решила начать год с экологичной косметики ручной работы! Во флакончике вот в этом у меня второй отжим, скажем так, с немного водой смешанной, фильтрованной, алоэ вера, столетник тот, который называется. Вообще у меня там приличненько так вышло, чуть ли не на литр. Тут вот флакончик под 300 миллилитров, но он наполовину полон, наполовину пуст. Надо же похвастаться туда. К чему это всё? Из-за чего это всё? Вдруг я вот эту штуку решила купить. Это у нас Леди Хэнна, порошок для волос Шикакай 100 грамм. Он на Озон стоит сейчас 190 рублей. У меня там были баллы какие-то с покупок по карте Озон. И мне он за 118 копейками обошёлся. Вот вчера заказала буквально, сегодня он пришёл. Вот здесь вот у нас тоже такая выжимка. Ну, там всякие такие перешёванные стационарным блендером алоэ. Тут шкурки алоэ, они тоже полезные. Сок алоэ и гель алоэ, соответственно. Ну, и немножко деса в воды, так это. Здесь вот было вот столько где-то воды, ну, где-то там, может, миллилитров 25 или типа того. Я вчера разбодяжила в них мыльную основу. Вообще про эту штуку я писала частично в телеге, в своей, где сейчас 11 человек. Если тебе интересно, зритель, может, в инфобокс ткнуться, там ссылочка на телегу есть. Если тебе лениво тыркаться в инфобокс, ну, ты знаешь про мой инстаграм, там в профиле есть ссылочка. Вообще, как бы, эта ссылочка на бложек, там ещё есть как бы и флудилочка от этого бложека. Ну, если интересно, может, тоже поискать. Ну, или спросить, если уж совсем религия запрещает в поиск. Короче, тадам, у меня наконец-то получилось, можно сказать, жидкое мыло. Это гелеобразный гель для душа. Да, в флакончике из этого, из-под фаберликовского мыла. Эти наклейки фаберликовские так термоядерно приклеены, что хрен отберёшь. И я сегодня мылась. Тут добавлено 1 треть, ну, ближе к 1 четвёртой чайной ложке берёзового дёгтя специального, который вот в аптеке продаётся, ну, вообще на Zoom в своё время покупала, чтобы добавлять во всякие такие вот мыльные шампуньки. В общем, мыла сегодня волосы им. Вот первая промывка, ну, неудобно. На руку наливайте, если вот на макушку сразу, то можно за одну промывку отделаться, они мягкие, пушистые. Расчёсывались, не спутывались, и никакого там ополаскивателя не требовали. Ну, практически та самая нужная гелевая консистенция, вот ближе к густой, менее жидкая. Ну, тут пропорции, короче, ну, где-то так. 300 мл воды, ну, 250 мл воды, потом 25 мл этого концентрата алоиного и 24 грамма сновы с маслом ши. Ну, и вот немножко берёзовый водёк. Я потом запилю в эту свою травную группу отдельный пост, но чисто вот так показать тебе. Почему я вдруг решила вот обзор с Азон своять? Я загуглила что-то на одном сайте, увидела на другом сайте, и как-то меня ноги привели на Азон. И за день до этого я увидела этот порошок за 200 рублей на Вайтберрис и за 190 рублей на Азон. Я думаю, ну, купить, не купить, купить, не купить. Я вообще изначально не хотела ничего тратить до 11-го числа и посмотреть, хватит ли меня не шапоголить, ну, хотя бы, ну, хотя бы еду. В общем, еду меня хватило не шапоголить, можно сказать, я Новый год встретила без трат и проводила его без трат. С 31-го числа я вообще ничего не тратила, не поверишь зрителям. Обычно я там хоть за какой-то хренью до магазина зайду, что тут типа надо. Тут еду я только сегодня купила внезапно, на еду потратилась, а то это хлеб и фрукты. Короче, а вот бытовуха случилась вчера так массово. Я увидела, значит, порошок мыльных орехов, а потом, пока соображала их купить, их купили. Главное, когда я купила уже вот эту штуку, они вдруг появились. Я думаю, вот, блин. Причём как бы там 430 рублей за 400 грамм тёртый порошок орехов. Но я так поняла, что всё-таки более экономично и удобнее использовать полноценные скорлупки орехов. И вот скорлупки орехов мыльных я купила, заказала на Вайсберс, они завтра придут, там, 2 сорта, плюс ещё одну штуку для кухни, которую я ждала как бы в подарок, потому что как бы оговорено было, но не случилось, случилось что-то другое. А это увидела и порошок ШКК. Я так поняла, что это индийская штука, так же, как мыльные орехи. Есть ещё... А это называется, кстати, мыльные бобы. Его можно использовать как маску для волос, ну, развели водой там на волосы, нанесли. Можно использовать как шампунь для волос, но он... Я и почитала в отзывах, что если вы блондинка со светлёными волосами, или т.д. и т.п., ну, или как я частично, то у вас, возможно, там какое-то открашивание. Если вы русые волосы, тёмные волосы, то просто какой-то небольшой оттенок. Ну, я так подозреваю, что этот ШКК добавляется в цветную хну, вот хна, ШКК, ещё чего-нибудь там, вот эти травяные краски, смесь всё вместе и даёт какой-то определённый цвет. Это у нас называется мыльные бобы. Порошок ШККК. Акасия Концинна. Или Концинна, хрен. Ну, в общем, Акасия Концинна. С сентября прошлого года он сделан, и до августа 23-го года он живёт. Использование в сочетании с хной. Вот, я как раз и говорила, тут оно и есть. Смешайте ШККК с хной в пропорции 1 к 3. Применение. Смешайте порошок с тёплой водой до получения однородной массы. Тут 100 грамм. Я думаю, что где-то на мою длину на 2 раза пойдёт. Если покороче, то как вот пакетик хны бывает, что на 1 раз 25 грамм хватает. А может быть, даже хватит и на 4 применения. Равномерно нанесите полученную массу на влажные волосы и кожу головы. Оставьте на 10-15 минут тщательно промойте водой. Перед использованием рекомендуется провести тест на чувствительность. Для светлых волос рекомендуется провести тест на возможное окрашивание. Я осознанно сделаю, потому что мне интересно, каким цветом оно будет в итоге. И его можно использовать вот как маску. Его можно использовать как шампунь. Его можно совмещать, допустим, с отваром мыльных орешков. Тех, которые ко мне придут. И делать как шампунь с каким-то небольшим оттеночком. Если вы не напрягаетесь от этого оттеночка. Можно сделать как какой-нибудь там шампунь. Бальзам-бальзам. Шампунь, ну, бальзам. Можно делать как отдельную маску. Можно мыть волосы именно как шампунем. Ну, именно, что не очень удобно разводить. Там никому-то непривычно. Что он у нас делает? Ощищает волосы и кожу головы от загрязнений. Угрюбляет корни волос. Способствует росту здоровых волос. Препятствует образованию перхоти. Теперхоти у меня как бы уже очень давно нету. Но то, что мне надо как бы их укрепить. И вообще попитать. В основном-то из-за этого я его и купила. Есть еще форматы немножко другой фирмы. Там по 12 пакетиков. 12 пакетиков по 10 грамм. Уже такие порционные в коробочке. 290 рублей на Вайбере стоит. На Азон я не видела. Может плохо смотрела. Но вообще, слушайте, вот первый заказ в этом году. За сутки практически доставили. Даже раньше, чем я рассчитывала. Порошок из плодов ШКК. Уникальное натуральное средство. Со свойствами шампуня и бальзама для волос. Бальзам и шампунь. Два в одном. Используется для мытья и укрепления волос. Служит естественным кондиционером. Хорошо очищает волосы. Сохраняя естественную влажность. Устраняя ломкость. Придаст волосам мягкость и шелковистость. Укрепляет корни волос. Предотвращает появление преждевременной седины. Ну, это если кто страдает, друг. Способствует росту густых и блестящих волос. Ну, я читала еще отзывы, что не сразу заметно. Но, то есть, как периодически им пользоваться. Или там вот. Не с первого раза, допустим, заметно. Сначала ощущение, будто волосы как бы стали более густые. Ощущение просто. А потом вот реально такой эффект. Я вот думаю, вот у меня такое или нет. Чудо. Произведено в Индии. Под контролем японской компании. Офигеть. По заказу ААШ Москва. Вот. Если вы ШКК и пользовались кто-нибудь, дайте знать в комменты. Просто ваше мнение. Как интересно. Нет вам. Как оно вообще вам пошло, не пошло. И вообще интересно ли вам. Ну, я знаю, что кому-то там интересны были эти ролики. С моей химической дребиенью. Ну, вот я тут шампунь себе наваяла внезапно. Я поняла, что надо не один к десяти делать. Наверное, один к восьми, скорее всего, пропорцию жидкости и мыльная основа. Я потом хочу делать уже шампунь на мыльных орехах. И иногда вот совмещать вот с этой штукой. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Я долго соображала, как бы поставить так, чтобы и ёлочку была видна, и меня. Ну, кто, если хочет ёлочку посмотреть в полный рост, то она, по-моему, в предновогоднем стриме там засветилась в кадры. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху.